где будет привет че 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 что-то слишком в день и все шикарно посчитал количество ваших потери потрясающе а считал врусную или как не оликс оликсом пользовался оликсом нет оликсом это делает берется с открытых источников уничтоженная техника то что фотоотчеты и публикуются так вот за четыре месяца штурмов авдеевки у российской федерации потери интересно уничтожена 460 46 единиц техники покинуто 183 повреждено 27 украинской стороны тридцать одна единица техники уничтожена покинуто 11 и не сетники то что из открытых источников можно фотоотчетами подтвердить и повреждено 6 единиц и захвачена 3 единиц украинская страна ничего не захватила вы захватили целые три единицы потеряли 666 захватили 3 отличный обмен я считаю ну как бы с точки зрения театра военных действий это жалко конечно же что наши воины по ваших и жалко но результат более чем это даже лучше чем стандартное соотношение 14 а почему город потому что вы его уничтожили там нету возможности больше держать оборону когда есть возможность это делать разумеется мы там находимся а город по первому под угрозой полного окружения нужно обзберечь жизни солдат во вторых там невозможно уже нигде укрываться там нет ни одного целого дома вы же как сачал везде где вы приходите превращаете это все выжженную землю вы называете освобождением полное из не города как по сути географической точки но тем не менее вы в этом гордитесь причем самое интересное те люди которые там находятся не знаю как вообще можно назвать за то что правду говорят это молодцы военкоры которые полевые не там кабинетные то что сидят там москве это типа такого а те кто заходят на аргументы что потерь практически нету смотрят вот так вот косо и нервный курят думают господи какие сегодня смотрел один паблик ваш что там у вас военкора которому подполнено подписчиков довольно таки круто он таки написал после заявления что практически нет потерь остается только закурить так посмотри любого который там был посмотри любой обзор ваших там которые туда приезжали посмотришь он говорит об этом все посмотрел что любого посмотрите там был посмотри прямая трансляция совдеевки прямой репортаж совдеевки по запросам прямой репортаж совдеевки после освобождения захочешь смотришь это несложно это в интернете более чем полно я за тебя домашнюю работу не буду делать ну ты ж никакого не смотрел хорошо смешливость дурашливость склонность неуместным шуткам признаки гиперфернической шизни и молодец продолжаю 1000 говоришь не убегай ты ж не бесполезно ты все что когда начинаешь тебя ставить в угол ты все что делаешь начинаешь заговаривать забалтывать смеяться это уже слабость позиции что такое какой шизофрении гиперфернической шизофрении можешь погугли что такое гиперфонической да да гиперфонической конечно видимо твой только на такое способен какой термин все нормально чего все хорошо у тебя поверх у тебя все хорошо отсутствием это признак хорошего настроения что-то и демонстрируешь о чем еще поговорить политика война история я думал мы закончили ты начал смеяться начал корчить из себя наверно это таковыми являясь а потом предлагаю какую-то другую тему теперь это 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 что какой фломире давай давай два майора ты попроси назвать два майора телеграм-канал два майора телеграм-канал 563 тысяч подписчиков а ты уверен что это российский блогер конечно российский ребята спирит к хороший интернет ребят спирит к что прям на стриме сидят б конечно это передок луганск это передок это каким образом чувака не пишут спирит к если не в луганске хватит уже выкручиваться до выкручивайся выкручивайся кто такие два моё ты вел телеграме а у меня находит начинаем я понял для тебя вот два майора пожалуйста вот меня находит у тебя не находит странно да телеграме сказал просто тех кто не знает и такой ну давай не нервничать главное хорошо еще о чем поговорим тебе что прям вот прям так горит что сняли заложного поставили сырского от наш каждый раз каждый раз когда каждый раз конечно каждый раз когда вы такие как ты делают акцент на том что а зачем сняли я каждый раз убеждаясь что это было правильное решение потому что иначе бы если бы это было решение какой-то там неверные ошибочно страны вот на этом даже акцент не делали спасибо что в очередной раз это подтверждаете молодцы цифры потерь где же твоя ручка держи 666 единиц октября месяца давай тебе еще раз почитаю уничтожено 446 единиц покинуто 183 единицы повреждено 27 единиц плюс 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 666 ты наверное очень даже неинтересно 57 57 57 57 57 это единиц бронетехники техники да с октября месяца 10 числа ты орексом пользуешься а надо действительно а какими-то источниками пользуясь чтобы узнать потери хоть какие-то ты веришь что они тебе скажут это когда нельзя как местная тема в этом плане ключе по поводу первой чеченской войны первые данные были о потерях порядка до 3000 человек это первые данные по поводу первой чеченской десятом году если не ошибаюсь эта цифра увеличилась четыре раза перри посчитали поэтому получается раз два три но может лечь через 15 по 100 как проект какие-то цифры вы узнаете да конечно все сказал нет и то что мне просто не интересно конечно точно свою аудиторию все она рассказываешь ну конечно я тебе рассказывать и на свою аудиторию видишь какая разница между нами конечно же ты меня не слушаешь потому что когда я тебе сказал 446 183 27 ты потом ацентирую внимание только на 446 и потом это вопрос откуда 666 мне пожалуйста еще раз повторить поэтому прихожу к воду ну что ты меня не слушаешь хочешь пить мята лайм пока не хочу мята лайм вода осматрительская космоса откуда ты из космоса воду осматрительская украина космическая держава осмос 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 такая тонкая молекулярная сетка для очистки воды не слышала таком нет не послышалось из космоса блин у меня ушные палочки далеко сам возьмешь лучше это горло прочесть вот этой водичкой так вы ушные палочки возьми и либо микрофончик меня сделай громче они как обычно наполовину то будет вообще супер ну чтобы ты слышал хорошо все нормально может не нервничать так что о чем еще поговорим а то у мне уже честно гора скучно становится предлагай так политика война история если просто интересно у тебя хорошего история какая классическая украина россия советский союз новая история история с каждым годом дополняется так как меняются способы изучения увеличивается объем информации которые люди получают плюс археологов появляются больше данных до археологических раскопок до двадцатого века активных археологических раскопок никто не задумывался о том когда все-таки существовал новгород и все вставили его поводу повести временных лет а потом определили что он где-то в конце десятого века все-таки существует и стали убеждаться в том что в летописи данные которые пишутся они могут отличаться от реальности ты на лет на 100 на 150 поэтому какая новая история ну конечно можно смотреть историю там историков которые были 17 18 веке отлично и наплевать на современных потому что у тех же разумеется было больше информации разумеется нет хотя история фактов родилась только в конце где-то в средине начале 20 века ну ладно ну один французский историк сказал такую фразу начале 20 века что без документа без четко подтвержденного информации и взятой из документов истории нету поэтому когда мы ссылаемся только на один источник но остальные параллельно это все опровергают мы также подаем это сомнение 20 века история украины не существует понял что до начала 20 века история украины не существует да неужели о сейчас тебе открою не 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 смотри я смотри есть архивы южной и западной россии в санкт-петербурге находятся 13 домов мысли если было такое государство украины был такой украины раньше нет ты меня перебил до государства украины был такой раньше или нет ты меня перебил тебя не нужно доказательства до отчета сразу подорвался а что ты сразу нервничаешь так уже открыл пока есть такой а есть такой документ называется акты относятся к южной и западной россии том 7 страница 70 читаем письмо гетьмана брюховецкого жителям новгород северского колонта его и другие в которых и так далее короче письмо гетьмана брюховецкого смотрим по поиску украина 40 страниц страница и он пишет такие слова что же есть такое отчизны своей украины состоялась из целости желать об ней поперечной имени куб с нами а то и то и московский нам уготовленной по ли уходящие вместе взяв бога нам на помощь то есть он говорит отчизна украина это раз это первый момент смотрим второй документ то же самое акт отличающийся южной и западной россии то же самое том 7 страница 249 письмо валашавского с басподаря гетьману ивана веговскому семи известному разных событиях в окрестных странах ган на селах будзиановский с потуга и своей байрам теперь отправует по ирам хочет рушить войско едины кажут через панство польского государства украинское и польское до венгерских то есть он говорит панство государств украинских и польских опять же государство интересно что означало в 17 веке слова государства не подскажешь что обозначал я знаю что она тогда обозначала я тогда не жил но сейчас она обозначает сейчас она обозначает ну скажем так власть управляющую страной и у этой власти были атрибуты были правители для тебя открывая ваши российские документы эти открываю ваши российские документы и вот там пишется везде отчизна украина государство украина что весь свой дом и даже украинскую 17 века польский злотый ну потому что в украине тогда ходили польские злоты бывает я только что прочитал открыл седьмой том две страницы целых потому что после сборовского договора люблинская уния превратилась в тройственный пакт было сначала люблинская уния между княжества русский литовский жамантийским и польским в 1600 года был подписан сборовский договор который двойственный пакт превратил в тройственный это был по сути союз трех государств государства государства украина было такое где столько что тебе прочитал со своими территориями только что я прочитал со своей властью устройство государства гетьманщина гетьманщина да а гетьман и это кто правитель украины прислужник нет ну первый гетьман который вон к русским поддался это богдашка богдашка отлично по поводу богдана хмельницкого открываем большую советскую энциклопедию читаем ты же вышел через все большая советская энциклопедия хмельницкий богдан скобках зиновий михайлович даты рождения чигирин 1595 украинский государственный военный деятель гетьман украины 1648 год ссылка на литературе документы богдана хмельницкого 1648 1657 автор голубицкий владимир алексеевич голубицкий владимир алексеевич главный специалист по казачеству советского союза доктор исторических наук 47 года профессор 49 и лауреат государственной премии советского союза в области науки и техники 1980 год давай мне теперь свой документ я жду да ко мне как минимум доктора наук и Большой энциклопедический словарь тебя устроит? Нет. Нет, не устроит. А, он же наушники снял, его не слышит. Он меня не слышит. Уже... Нет, не устроит. Чего не устроит тебя? Как устроит, так и наоборот. Во-первых, что за большой энциклопедический словарь? Большой энциклопедический словарь? Кого? Сейчас, подожди. Москва, советская энциклопедия, 91-й год. Что ищешь? Хмельницкого, Богдана. Ищи. Вон, энциклопедию открою какую-то. Со ссылками на работы только. Большой блогер, неподготовленный. Просто, я сейчас пока с одной рукой. О! Детьман Украины. А-а-а! Шо делать? Войны украинского народа против польско-шахтического гнеза Переславской Рады. Детьман Украины написано. Имевшие прогрессивное значение для судьб украинского и русского народа. Объединение Украины с Россией. Так украины ж не было. А? Так украины ж не было. Почему-то написано, что объединение Украины с Россией. Так написано объединение Украины с Россией. Секундочку. Как государство не было. смысле там написано что не было государства где там написано что не было государства как молодец секундочку я тебе открыл что было государство это правительство эта территория это международные договора международные договора с польшей с крымских а с молдавановой это с московским государством все атрибуты присутствуют в документах которые мы открываем четко пишется отчизна украина государство украина я тебя читал только что пишется еще раз прочитать давай еще раз еще раз письмо господаря гетьману иванному двиговского с известным о разных событиях в окрестных не перебивая меня кресет и закроешь свой внимательно начнешь меня слушать включить звук но и погромче тогда ты обязательно услышал последний раз для тебя читаю страница 249 акты относящийся к южной и западной россии том 7 письмо волшавского господаря гетьману ивану выговскому с известных разных событиях в окрестных странах где мы читаем перепись конкретно и куда ты пошел